Риск менеджмент Риск менеджмент Риск менеджмент Риск менеджмент Риск менеджмент На ежегодной основе. И 70,5% участников исследования отметили, что в нефинансовых компаниях к управлению рисками относятся формально и риски не учитываются при принятии решений. Дальше. Участие в принятии решений невозможно, это был следующий вывод, невозможно без современного инструментария. Что это значит? Что на сегодняшний день, к сожалению, в большей части компаний основным инструментом определения рисков является матрица рисков. Но, к сожалению, на текущий момент этот способ привычный не является оптимальным и не позволяет добиться необходимого уровня детализации. И в ходе исследования более 70% опрошенных экспертов указали на важность использования количественных методов оценки рисков, таких как имитационное моделирование, деревья решений, нейронные сети, количественные скоринговые модели и более сложные инструменты моделирования с использованием больших данных. Дальше. Следующий вывод, что фокус должен сместиться от мероприятий по оценке рисков в сторону интеграции, анализа рисков, ключевые бизнес-процессы и решения. Вообще, основная идея, красная нить этого исследования, что риск-менеджмент должен оцениваться не по наличию документов, процедур, методик, а риск-менеджмент должен оцениваться на предмет того, присутствует ли оценка риска при принятии того или иного решения в организации. Учитываются ли риски при написании должностной инструкции, учитываются ли риски при написании бизнес-плана, учитываются риски при разработке какого-то процесса, учитываются риски при принятии на работу. Тут даже очень хороший такой пример приводят, когда вам приносят какое-то предложение, задаете ли вы вопрос тому человеку, который принес это предложение, какие риски связаны с принятием этого решения. Попробуйте задать такой вопрос, когда вам приносят для согласования какой-то документ. И тоже важно, что в стандарте есть такое высказанное, что риск-менеджмент не является обособленной деятельностью, которая отделена от основной деятельности и процессов организации. Риск-менеджмент это часть обязательств руководства и неотъемлемая часть всех организационных процессов. Что еще важно в этом исследовании было, вывод какой был сделан, что разные риски, разные типы рисков требуют разных подходов. И не должно быть единого подхода, вместо этого в каждом процессе и для каждого типа решений должны быть свои методики оценки влияния рисков, со своими критериями и инструментариями. Дальше важный вывод, который сделан быть, что необходимо формировать культуру управления рисками. Это отдельная тема. Приглашаю всех на наши лекции по риск-менеджменту. На них этому вопросу уделено большое внимание. Но я бы хотел еще остановиться более подробно на таких вопросах, которые были затронуты в ходе данного исследования и выводы, которые были сделаны. Что новая роль риск-менеджмента, то есть интеграция в бизнес-процессы, а следовательно и учет рисков при принятии каждого решения, он требует новых компетенций персонала. И в ходе исследования было уделено особое внимание теме компетенций риск-менеджера. И по мнению около 80% опрошенных экспертов считают, что современные риск-менеджеры должны обладать не только базовыми компетенциями по управлению рисками, знанием международного стандарта ISO 31000 или навыками количественной оценки рисков, но и быть хорошими психологами, уметь бороться с ментальными ловушками при принятии решений, а самое главное иметь отраслевые знания. И вот здесь ключевой вопрос. Ментальные ловушки. Слышали ли вы когда-то об этом? Я хочу сказать, что в соответствии с подходом многих ведущих американских риск-менеджеров, начало обучения риск-менеджменту, начинаться обучение должно именно с изучения ментальных ловушек управления рисками. Что это за ментальные ловушки? Это базируется на том, что работать с рисками это против нашей натуры. И проблема большинства людей в том, что они не верят в происшествия, пока те не случаются. И это не глупость, не слабость, это просто человеческая природа. И вот, значит, их более 200 этих ментальных ловушек. Я хочу вам озвучить буквально несколько, для того, чтобы вы понимали, из-за чего так тяжело нам с этими рисками бороться, почему нам так тяжело ими управлять. И вот было приведено в одном, значит, курсе три группы таких рассмотренных рисков, вернее, ментальных ловушек. Первая из которых, это, значит, относится к ответу на вопрос, почему мы часто не видим риски. И первая ментальная ловушка, это чрезмерный человеческий оптимизм. Причем это не имеет ничего общего с оптимизмом и пессимизмом как таковым, потому что даже самый отчаянный, самый заядлый пессимист все равно будет недооценивать какую-то неопределенность. Человек всегда будет приукрашать ситуацию. Это устроен так наш мозг. Есть даже тест на это че. Итак, чрезмерный оптимизм. Вторая ментальная ловушка, это та, что многие руководители, люди, в принципе, рассматривают события и связанные с этими событиями риски через призму собственного опыта. Что это значит? Это значит, что он называется еще профессиональная деформация. Связано это с опытом, образованием, привычками нашими существующими. И ни один человек на планете не способен видеть всю картину рисков в совокупности. Финансисты видят свои риски, производственники видят свои риски. И здесь как раз вывод, что ни в коем случае нельзя выявлять риски в одиночку. Для определения и идентификации рисков нужна команда. Дальше, следующая ловушка, это существует опасная тенденция убеждать себя и окружающих в том, что уже принятое решение было верно. Это, в принципе, также соответствует человеческой природе, что мы считаем, что если мы приняли какое-то решение на основании жизненного опыта, на основании каких-то, значит, вводных, то все следующие какие-то вводные, промежуточные результаты, они уже, значит, не рассматриваются нами, как действительно опасности какие-то, а просто отметаются. И вот мы убеждены в том, что решение наше изначально было правильным. Это тоже ментальная ловушка. И последняя ментальная ловушка в данном пуле, это часто не обращается внимания на риски, которые находятся за горизонтом привычного планирования. Или по-другому, это руководители пропускают все новые факты через призму того, что знают и во что верят. Вот это первый пул, почему руководители, почему люди, в принципе, часто не видят риски. Следующий пул, это был обозначен, почему руководители или, в принципе, люди часто недооценивают риски. И тут первая такая ментальная ловушка, это чаще всего недооцениваются риски определенных событий, которые сулят большую выгоду. Если мы задались какой-то целью что-то приобрести, или нам сулят какое-то участие в каком-то проекте, который должен принести огромные, скажем так, барыши, то наш мозг становится слеп к реальным фактам и не позволяет нам трезво оценивать существенность тех или иных рисков. Это тоже наша природа. Дальше тоже очень важно, что оценка риска, обратите на это внимание, зависит от изначальной формулировки риска и того вида, в котором нам информация изначально предоставляется об этом риске, то есть от обертки, в котором нам преподнесено это. Если нам преподнесут эту изначальную информацию, что ничего страшного, главное осуществить проект, то у нас это и заложится в нашем подсознании, что ничего страшного. И третья значимая такая ментальная ловушка в данном пуле, это то, что руководители часто принимают решения, исходя из небольших статистически незначимых выборок. Ну, например, тоже это свойственно мозгу, что мы очень часто принимаем решения основания каких-то пиковых событий. Да, вот там, событие освещено в СМИ широко, но на дно. И эти решения принимаются из-за недостаточности наших знаний. Например, тот же закон больших чисел, он говорит о том, что все, что меньше 30, не является статистически значимым. То есть объем выборки является очень существенным. А если мы принимаем решения на основании каких-то пяти событий последних, то наш вывод в отношении данных рисков может быть ошибочным. И третий большой пункт ментальных ловушек, почему мы не способны управлять рисками. Здесь тоже очень интересно, и я думаю, что многие из вас с этим сталкиваются. Первая, значит, ментальная ловушка, это иллюзия контроля над ситуацией. Да, мы считаем, что все под контролем. Самый отличный пример. Мы, когда едем, например, в такси, то мы считаем, что риск попасть в ДТП на такси выше, чем если бы мы сами были за рулем. Потому что, когда мы за рулем, мы считаем, что вся ситуация у нас под контролем. Так ли это? Далеко не всегда. Дальше. Вторая ментальная ловушка считается, что если риск очевидный, то им кто-то где-то уже управляет. Мы считаем, что оно же видно, значит, наверное, там в другом отделе, в другом департаменте, в другом дивизионе этим занимается, поскольку это же действительно очевидно. В любом случае, конечно же, кто-то знает об этом. Тут также срабатывает такая поговорка «Моя хата с края». Дальше. Часто принимаются решения, которые снижают текущие риски, но усугубляют будущее. Это тоже, казалось бы, да нет, невозможно. Посмотрите, такой пример. Брать кредит, чтобы заплатить кредит предыдущий. Это даже на уровне государства такое. Дальше еще такая популярная ментальная ловушка, что руководители считают, если они не могут полностью предотвратить риск, то и управлять им невозможно. Мы должны или полностью устранить риск, или, значит, если мы не имеем на это влияние, мы говорим наоборот, что мы не имеем на это влияние, значит, пусть будет как будет. Но это просто страх что-то менять. И управление рисками – это не устранение рисков. Управлять можно любым риском на планете, абсолютно любым. И последняя такая ментальная ловушка, которая очень популярна. Руководители часто считают, что негативные действия хуже, чем негативные бездействия. Это избежание ответственности за принятие решения любой ценой. Вот какие ментальные ловушки. Как я уже сказал, что это действительно только маленькая-маленькая выборка из огромного количества. Их более 200. И более того, хочу повторить, что многие ведущие, известные риск-менеджеры считают, что обучение управлению рисками должно начинаться с изучения ментальных ловушек, чтобы, по крайней мере, знать о них. Хотя одной из ментальных ловушек является, что человек считает, что он не видит этих ментальных ловушек. То есть научиться видеть их в себе и управлять, это тоже следующий шаг развития. Но в любом случае, начинать нужно хотя бы с изучения этих ловушек, а потом уже распознавание их в себе и, естественно, в окружающих. Но природа человека тоже такая интересная, что человек видит в окружающих ментальной ловушке, но не видит в себе, к сожалению. Ну, на этом, в принципе, все, что я хотел сегодня вам рассказать. Хочу еще добавить, что в этом году вышла новая версия стандарта ISO 31000 в 2018, а в прошлом году, в 2017 году, вышла новая интерпретация коса в отношении рисков. Более подробно об этом, обо всем мы рассказываем на наших курсах по управлению рисками, приглашаем на них. На них мы более подробно останавливаемся и на новых версиях стандартов, и на интерпретациях, и особенно вот на этих психологических аспектах, которые лежат, в принципе, в основе нашего успешного понимания, прежде всего, и затем управления рисками. спасибо большое. Жду вас всех на следующих подкастах. Ну, а на этом все. Спасибо всем и до новых встреч.